узор простой на самом деле и очень такой я вам скажу универсальные что его можно в принципе он состоит из двух петель поэтому он им удобно вот делать всякие манипуляции но тут я имею ввиду сокращения всякие горловинки проймы и вот если у вас сложная конструкция я рекомендую вот вязание выбирать простой узор если допустим пиджак какой-то мужской вот я бы связала таким узором либо джемпер но в общем там где удобно добавлять и убавлять вот это как раз тут узор так первый ряд мы провязали по кругу изнаночными петлями второй ряд первая петля лицевая просто лицевая вторая петля лицевая на ряд ниже вспомнить я нашу пышную резинку это отголосок и и одна петля простая лицевая 2 вот под этот узелок изнаночной петли простая лицевая под узелок под узелок изнаночной петли простая подряд наряд ниже и так по кругу так и в конце у нас подряд наряд ниже и вот так третий ряд и изнаночными петлями так и четвертый последний ряд значит теперь у нас первая петля идет на ряд ниже а вторая обычная лицевая то есть мы поменяли в шахматном порядке там где была обычная лицевая вяжем на ряд ниже там где была на ряд ниже вяжем просто лицевую вот и весь принцип этого узора так и этот же узор при поворотных рядах первую обратите внимание что первый ряд у нас приходится на изнаночную сторону на изнанку мы его вяжем лицевыми петлями все точно так же только обратите внимание при переходе но если вы будете вязать и просто детальку не так как этот капюшон я вижу а детальку то вы конечно же начинаете помните о том что вы начинаете как бы с изнаночной стороны вот первый ряд у нас лицевой лицевыми петлями сейчас еще покажу одну фишечку которую я просто хотела вычислить как же так потому что я действительно путалась поначалу буду где у меня лицевая под ряд наряд ниже где у меня простая лицевая сейчас я вам покажу каким фокусом я пользовалась для того чтобы не путаться и чтобы узор действительно располагался в шахматном порядке это вам поможет потом при сокращениях и при таких вот нюансах где пройма вырез горловины вы никогда не собьетесь вы просто будете знать точно знали где вязать под ряд и и где вязать нормальную лицевую именно в этих рядах тут-то все по мне понятно да в круговом вязание это изнаночный ряд в лицевом вязание это лицевой ряд дальше я и показывать не буду то есть лицевые ряды у нас точно такие же как и при круговом вязание то есть чередуем вот эти на петлю ниже и обычную лицевую так вот смотрите если смотреть на вот это вязание вот обратите внимание у нас одна петля у нас под ней такое гладкое пространство а под второй петлю у нас вот такой вот как бы узелочек горбик такое возвышение видите одна гладкая одна с возвышением шишечка ну не шишечка горбик такой и вот запомните что там где этот горбик мы вяжем под наряд ниже под вот эту вот изнаночную петлю а там где гладкая мы вяжем просто лицевую вот запомнив вот это вот она конечно если вот так вот растянута не видно вы просто дайте ему свободное как бы чтобы она легла свободно и вот мы уже видим вот этот горбик это значит что там мы вяжем под ряд и все девчонки и вы таким образом просто не запутаетесь а узор действительно классно его стоит научиться вязать это такой универсал универсал который мы просто можем применить везде где нам даже есть полоски вот так вот между аранами вставит ну куда угодно его абсолютно куда угодно его можно применить на детские вещи на на мужские женские кардиганы свитера жилеты все что угодно можно вязать но в принципе я вам все объяснила нюансик тоже объяснила единственное что хочу обратить внимание девчонки при круговом вязании получается некрасивый стык его видно ну то есть не то что он некрасивый но его видно этот стык переход из ряда в ряд поэтому вот я здесь добавила одну изнаночную петлю чтобы сделать как бы имитацию шва стык не очень красивой это вы должны помнить я вам об этом говорю чтобы вы это знали если будете вязать круговую то во всяком случае хотя бы если это изделие то давайте это на боковой шов этот стык так и забыла показать с лицевой стороны видите узорчик из изнаночной стороны смотрите он не одинаковый но он красив и с обеих сторон и там и там то есть его можно применить на обе стороны даже если связать допустим кардиган сладко нам то тоже будет красиво вот такая вот отгибка чуть-чуть другая по фактуре она наоборот будет как вы украшать изделия поэтому не боимся вязать изделия в которых видно изнаночная сторона у красивый узор везде все девчонки а на сегодня все с вами была вика и школа рукоделия всем пока пока